коллектив доброе утро утро работает я тут с утра начал уже отсверлил вот эту часть она нам не нужна где-то там лежит усилитель таки оставляем эту часть еще не отрезал попозже вдруг она еще что-то пригодится мы же сейчас примерно подгоним эту всю часть потом мы будем подгонять эту часть это скорее всего завтра будут потому что как вам объяснить но он смотрите надо расширить участь там перекрытия будет расшить часть да вот так отрезать и там расшить если бы это было обычный автомобиль до это заняло бы 5 минут 10 минут это все на фальсвагене все занимает в раза три больше времени потому что к примеру усилитель он идет и на точке вареный и тип лазерная сварочка если точки еще отсверлются без проблем без малейших то лазерная сварочка немножко немножко проблемно вот видите шевчик идет 4 сантиметра 1 и 2 примерно ширина да можно взять круг четверка такую борозду как выпилить тогда без проблем но некоторые элементы там варить надо будет и не хочется лишнего нарезать не не хочется лишнего нарезать забыли забыл завод кстати проварить в работе у нас болгарка волосатая дрэу болгарка отрезная и бормашинка мы тобой санька тогда прислал с беларуси такой адаптер мне самопальный санька пасибо наконец-то он пригодился потому что некоторые моменты неудобно резать а вот я поставил круг 1 и 2 1 и 6 или 12 тоненький и вот в прорезь так раз и немножко так ее раз извините за выражение раздрочил эту прорезь и тогда в принципе снимается вторая скорость классно все режет тоже сейчас она вот именно выручает да лежит фен здесь такая приблуда смотрите вот такая здесь заглушка идет но она там бук стояла в середине ну понятно да что неделю не уже не будет поможет стать она и останется здесь она донорской части она тоже там идет но вот так она идет но на донорской части в донорской части стояла трубочка значит это от автомобиль был с люком и самый большой такой интерес у меня вызывает зачем производители вот зачем они вот так вот и воду сливают вот туда ну трубочка в стойке но и люк значит вода и вот она она входит как раз он для нее это место есть фиксатор то есть у этой машины если есть люк то у нее вода с люка сливается вот сюда а дальше на куда-то течет а дальше накапает может подождите может еще трубочка есть я вот что-то нашел это скорее всего вот отсюда да значит тут еще трубочка одна идет как же тогда она одевалась сюда так отклоняемся темы ну смотрите вот так она идет мне трудно сказать что-то для воды похоже похоже куда-то вон туда сля тут тогда как трудно сказать вообще что-то ладно ничего не будем говорить режем стойка у нас вот режется вот так вот это раз и крыло режется тоже вот так в стойке идет усилитель усилитель кончается раз а потом вот здесь уже два металла а потом как-то усилитель идет вот так идет раз два три три и вот он вышел то есть если мы сейчас отрежем вот так и и чё и это оставляем убираем и слить и убираем тогда у нас просто надо нам же так надо сейчас ее рассчитать всю четверть чтоб я не заводил ее знаете вот так вот а потом так а потом так раз потом под 90 и вот так она оп и села ну то есть так не получится поэтому сейчас все рассчитываем так чтобы она заводилась вот так вот так вот так и ляп и ляпнула то есть сбоку подвинулась и забылась стакан позволяет сбоку подвинуться порог позволяет сбоку вот это все повезло позволяет не надо будет окошки здесь вырезать никакие нам только надо будет здесь проварить раз-два пару точек ах блин немножко опять нет потому что здесь надо будет завести ее вовнутрь то есть надо будет тогда вот так как-то поставить потом подвести разберемся если чуть-чуть виде она вот двигается если что сделаем то здесь будет всего лишь несколько точек двух после нибудь задница еще не разбирался еще рано сейчас вот эту подгоню и перейдем на отсвердок уси всей задницей это ваговская пальцебагоновская лазерная сварка просто занимает немножко больше времени так как сверлил там четыре точки все так подрезал сейчас круг стоит по моему три миллиметра это мы когда делали с вами посадок и шестого или по седьмого или и того и того осталось вот подрезал и подрубал вот немножко тут не дорезал этот опал опалку ведь варить на трудно будет если надо назад ее приваривать потому что ну к примеру вот миллиметров 6-7 идет выход круга и получается здесь фольга здесь меньше меньше а только вот толстый металл начался и теперь вот это подрезать а болгарки к примеру вот это иногда неудобно резать поэтому бормашинкой набор машинку надо взять потолще у меня нету я только 16 принципе использую другие я 1 и 2 я использую изредка 16 это 1 и 2 ну да у меня везде 1 и 2 стоит 16 есть но они все большие это надо взять что-то обтереть чтобы уменьшился так это у нас вот до этого момента идет неудобно надо толще надо взять что-то порезать что ли круг 16 уменьшить его надо или пойти у соседа это хорошо здесь потому что здесь это все выкидывается а там где потом варить будем там надо аккуратно вот именно кругом троечка аккуратненько чтоб не бог не вниз усилите вот сейчас еще прорезь раз-два-три и по-моему . 1 и маленькая прорезь нету здесь прорези здесь вот . надо выстрелить этот край делиться тут чуть-чуть чуть-чуть и все и у нас вот так вот уже остается готовая тут я взял форточки есть отверстие круглая направлялка штангель зажал на 150 миллиметров отчертил вот этот радиус там уже отчертил если что нам он просто потом поможет когда будем подгонять автомобиль когда 4 первичный раз будем помять первый раз просто опять штангель зажмем 150 и будем от отверстия от этого отталкиваться и примерно попадать также пошел также померил на на этом автомобиле между ответственными тоже записался размеры типа записывать мало ли пригодятся я кстати вспомнил у нас после этой работы будет похожая работа тоже будем все так же делать в задней четвертью но на купе и на инфинити с америки еще едет вот на следующей неделе приезжает то есть у нас после вот этой задней четверти будет инфинити замена задней четверти поздравляю вы выросли мы на инфинити доверили сказали часто на польцки на тренируешься инфинити пригоним ну одна стоечка готова вот так она и будет эту делать будем потом потому как у нас расшить эту стоечку подготовили тут не проблема там на лонжерончик еще надо отсветлить все подсветливать она будет переворачиваться если мы часы и подготовим у нее будут только наружка торчать дядя витя с днем рождения тебя который в израиле с днюхай счастья здоровья и все побольше а так мы ее перевернем она вот упрется жесткое место ничего не сломается поэтому эти две стоечки в конце сделаем вчера перед тем как что-то начать резать померил одну сторону и эту сторону от отверстия которая есть вот большое отверстие рулеточкой померил полностью длину до не буду показывать отверстие тут было до этого отверстия до этой стоечки померил все оно классно ничего она туда не пошла это тоже не пошла но когда дверь была закрыта зазор у нас был этом куда серии показывал что резинка по отношению кантона параллельно полностью тем более складок здесь нет хотя это все уходило можно сказать нет немножко покривила здесь все тоже цело 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 поэтому когда я убедился что одинаково одинаково можно было еще вверх как бы верх отдельно подтянуть эти все потому что если срезать и она туда уйдет мы на мазе так делали бы то резанули но все назад ушло вытягивали вот так в обрезном состоянии неудобно сейчас закрыл крышечку ригелетчик попадает там все строго в центр хотя высота еще одна миллиметра три выше ну и соответственно и угол выше ну когда она там осядет там осядет он просто развернется и все равно попадать зазорчик в принципе ровный зазорчик все красиво крышечка как бы вот немножко утопает за крыло как бы вот все красиво полностью все одинаково с другой стороны крышечка западает за крышка тоже все одинаково вот может быть а до какого момента после этого момента она начинает крыло выходить наружу это нам не важно у нас же стык где-то вот здесь может быть от этого момента все красиво и зазорчик да я считаю он вообще как бы до этого момента и красивый а она стычок где-то вот здесь будет поэтому вот смотрим все красиво интересно это крышка крашеная походу на автомобиль а зачем гадать толщина мержи есть хотя я уже автомобиль проходил но я вам чуть забыл показать 102 190 я кстати заметил volkswagen как-то очень жирно покрашен 133 а что тут у нас так много ну как-то вот жирновато он весь покрашен и это все родное это все нормально он здесь возможно меньше будет да это все хорошо а вот крышка как-то много не пойму а хорошо раз два три а что это за три этих неужели он весь крашеный а я не выкупаю 180 да не ну не крашеный 141 138 не маляр не выкупаю 138 да не нормально он все одинаково но завод можем возможно вот три есть чего-то возможно завод это вот вот жировичок такой ну завод косящик с кем не бывает не всем идеальный завод тоже роботы сбой дали как в фильме пассажир хороший кстати фильм идет ровненько поэтому открываем и и начинаю отсверливать отрезать сверху снизу нет потому что если я сейчас низ отсверливаю отвяжу это все дрожать будет неудобно будет поэтому надо как бы сверху начать низ то короче дрожать меньше будет чем сама крыша я кстати да иногда забываю что-то показывать иногда не придаю значения этому не показываю хотя на самом деле есть какие-то еще некие повреждения нюансы моменты а вы пишите о че ты так а давай так оставляем лонжерон а то все а че ты так не сделал ну есть нюансы которые ну что-то я упускаю что-то не могу к примеру вот стойку вот эту оставить дело что стойка от удара когда получила она немножко крутанулась это заметно когда даже крышка открыта смотришь на вот эти две плоскости на вот эту плоскость и на другую она еще вдобавок и перекрученная и раскручивать что-то это вообще не хочется если везде к примеру зазор там 15 миллиметров идет а видите кстати не достает что-то ладно неважно чем достает ригель наверное раздвинулся если на 15 миллиметров везде здесь идет с одной стороны интересно а с другой достает нет а с другой вообще не может доставать а с другой стороны там 15 а здесь пошло на уменьшение а здесь 5 и вот примерно еще 5 и пошло дальше на увеличение вот видно что стойку эту всю крутанула туда и сейчас вот это туда тяни вот это не надо 3 часа дня долго немножко долго это необычный автомобиль рассверливать чистки много сварки не сварки ну зачистки этой сварки много итога эта стойка готова все это финальная финальная подгонка эта стойка тоже готова тоже финальная подгонка ну единственное что можем еще сам этот подрезать или так и оставим будем резать на запчасти усилитель в ней идет как раз вот он заканчивается заканчивается то есть его резать не будем четвертом пук стойка легла это стойка тоже также сама об ляжет вот так потом будем поднимать подрезать единственное что от усилитель идет вот нам придется вырезать в этой стойке внутряк внутри ок вырезать усилитель кончается у нас вот блин так много подождите нет это другу да наверное вот и где-то тут еще качается при много а по-другому нет от сверлить чтоб отвести а потом этот металл вытянуть потом так заводить не получится никак поэтому единственный поэтому нам придется где-то я выкинул кусочек вот придется там вырезать вот так состыковать там наружку усилитель приварить а потом вот эту планочку зашить тут тоже отделить отделить как-то оттуда ее вывести ну разберемся как посмотрим ну придется да внутряк придется ликвидировать ничего страшного ликвидируем шифровал чтоб этот шоу сделать вот под ней под креп подкреплением как бы да ничего так и для стыковки хорошо там поверили 55 миллиметров от отверстия до отверстия все классно не сильно получится так сделать потому что здесь она заходит уже под крышу немножко резать трудно будут и плюс к этому ко всему там идет пластинка металла и если мы ее разрежем и потом не сварим поэтому ниже пластинки тоже там записала размер 50 миллиметров штангелям аккуратно начертил и отрезал 50 миллиметров там на 60 миллиметров от объем отрежем сантиметр запаска просто как всегда можем закосить тут шов так или так потом еще не хватит зазор будет по задней панельки по ланджону воевал я с этим кусочком где-то его дел вон там выкинул я пытался и ровнять его и понял то все бред то все бред не будем уравнять мы его со стаканом так будет заведем будет перекрытие небольшое потом подрежем придется свечу делать задняя панель джончик все понятно как по мне когда отсверлил заднюю панель обрезал что-то произошло с ланджонами задней панелью такое чувство что задняя панель хлопнула вниз немного об села а ланджон остался это мы потом тоже все проверим посмотрим часто она все вместе ходит как по мне чуть нарушена было чудо натяжки было когда отсверлил стрельнула тут у нас перекрытие идет усилитель он у нас идет субцельный полностью полностью поэтому не знаю возможно его там придется вырезать полностью отсветлить а в конце когда уже все зашьется как раз там потайные точки где-то есть или нету там потайных точек нету потайных точек есть там потайные три точки потом может быть зашьется но он букс остыкуется может быть и придется еще вырезать кусочек тоже не знаю пока так то есть это финальная подгонка финальная подгонка вот это все финальная подгонка, финальная, финальная арка зачистил финальная дальше пока как бы трудно еще ну как трудно понять тут надо подумать все так, чтобы ничего не лохануться вот этот элемент как-то надо вырезать а там потом на том куске, когда будем его вваривать, может как-то по контрольному дадим отверстие чтоб перекрыло, ну чтоб нам отцентровало весь этот кусок, тоже посмотрим это в принципе финальный обрез это обрежется по лонжерончику еще не знаю, многие писали лонжерон замени цельным, люди, вы когда-нибудь вот эту, вот такую сварку отделяли, нет? вы знаете, что я когда вот этот отделю шов, это грубо говоря мне надо просто, напросто взять и отрезать этот лонжерон полностью с днищем и что мне делать потом в конце варить вот этот метр двадцать, метр тридцать шва да что мне делать, нефиг а потом вот эта коробушка пострадает надо снять чашку сними перемычку отсверли да нету бред лонжерон в принципе и нормальный да, есть тут бугорок, ямка нормально провальчик на эту позу бил, я попробую этот стучать здесь под рихтой не, менять его не будем ни в коем случае хотя изначально помните, я в первых сериях говорил что будем менять и как-то так шел будет но нет, он нормально все в размерах там своих стоит и классно сам лонжерон тоже под вопросом он у нас вот этот момент целый полностью вот это только вот уже пошел пожеванное но он еще толстый плохо рихтуется поэтому вот есть отверстие можно от него оттолкнуться я думаю и поменять или так надо еще понять что это такое за металл а вот лонжерон идет ну посмотрим я еще не знаю дайте я пока я пока думаю я пока смотрю как отсверливать высверливать ну так есть два путя первое путя это мы привариваем лонжерон выравниваем днище лонжерон привариваем угол сделанный а потом пук четверть и примеряем все в размер и обвариваем готово есть второе путя это когда мы привариваем четверть полностью а в конце лонжерон я так считаю правильно конечно правильно во первых мы этот усилитель потом сможем обварить во вторых если что-то где-то не дотянули к примеру как же вам объяснить если мы лонжерон приварим да и нам уже все тут диктоваться будет то четверть потом может где-то со стыковочкой не будет будет плохо а если мы поставим четверть выставим в размере в размере в размере в размере и все класс то лонжерон просто потом уже не важно как он там подойдет не подойдет его главное на свои места поставил чтобы у нас из этого лонжерона колесо колесо дис BT еще раз днем рождения евRY то есть если балка сдвинется вперед назад на шантиметр вообще ни фига не будет но если сдвинется вот эта чашка на сантиметр вперед назад то колесо соответственно вперед назад будет двигаться а эту чашку кусочек лонжерона нам вообще не составит труда выстоять все в ноль мне так ходит как раз вот ляжет стакан лонжерон обрежем а стакан приварим до этого момента здесь еще просто не приварена все будет зазорчик будет в конце после когда все четыре буду к вам просто засунем туда лонжерон ну и займемся сморкой лонжерона вот так коллектив конец рабочего дня жарко жирный стал пуза теперь потеешь трубе 10 точек отследил все пузо мокрая то что жирный быть плохо учти если задумаете же мало как-то сегодня в объеме получилось и работы ну честно мало там будут поделали и вот здесь я только начал недавно ну блин она немножко пуговатая сверлится туговато медленно стружки он вон куча фрезу взял новую это не фреза это десятка потому что кое-где может точки жирные большие есть не вот как бы есть больше чем 8 миллиметров и поэтому некоторые не получаются попасть от строго в центр приходится еще десяткой рассверливать никогда вам не показывал особо в работе но когда вот от сверлишь некоторые моменты вот такие нету возможности зубилом хорошо прорубать то просто зубила вбиваешь сейчас я покажу нет было две точки где-то ну вот возьмем эту точку зубила я дал забил как смог напряг дал здесь типа ну как бы под напрягом до стоит хочет оторваться не может меня вот с клапанами такая вот такую тупую зубилка надо уже наточить уже затупил нет это было вообще это нашелся пор дайте вальцевать но я использую как зубик зубилка такое маленькая ширина 3 миллиметра с клапана и вот начинаешь когда подрывать у так вот смотришь там . до половины отслоилась если ты промазал берешь убиваешь убиваешь по кругу и отрывается . то есть вот эта часть до за штучка тоже помогает ну я тут много раз так делал это все оторванное вот тут все от урона здесь много раз ей сегодня работал осталось вот снизу там точек 6 вот так это перевернуть или вверх ногами сверлить сейчас надо выкинуть этот усилитель ланджончик там где-то мы так берем еще не знаю как пока не важно потом надо это все так от сверлить эта часть у нас еще там есть но тут буквально на три точки и на три больше просто сейчас взять от сверлить ланджерон вместе с ней чем просто так от сверлить то есть тут 6 . поэтому пока он же у нас верну с этой приспособкой с этим элементом добавочным а там посмотрим может быть придется там удалить тот элемент а может и оставить если удалить тогда удалим там элемента если там элемента то и оставляем тогда просто возьмем 3 точек 8 10 и все отсверлено сейчас на ланджон отсверлить я понимаю будет немножко трудно но потому что точки отрывать трудно к примеру вот попробуй вот здесь убить зубило вот сейчас еще три точки отсылит на если я здесь еще могу подбить то здесь может не получится мне вовка когда-то с рации золо присылал под торсионов там их я не знаю не помню сколько то ли 5 штук то ли 10 штук это торсион запорожца некоторые рихтурщики используют их как зубило за место яропитовые пилы эти используют на этом еще даже новая одна или две есть ну вот они мне нравятся у меня их штук пять они периодически теряются периодически ломаются разной длины даже там длинная есть одно поломанное как бы она тоже прикольно ну какой где подлазить некоторые торсионы используют он немножко толще он конечно по моему садится быстрее но быстрее относительно рапитовой пилы но рапитовая пила мех пила она хрупкая вот завтра надо их взять все их там осталось не помню сколько то ли пять я женке еще то отдал у женьки несколько штук завтра надо взять вот эти кончики по обрезать которые тут сварка что ли было или не знаю что и по затачивать чтоб как зубила были потому как я чувствую вот здесь обрубать вот это все это будет очень проблемно если группа промазал ну а эту часть по крайней мере вот до этого момента мне до этого поломается вот вот вбить можно тут еще следующее западло что вот эту металл вставках она приварена к внутреннему металлу точки 4 мы тут еще кубика и вообще короче все плохо то есть завтра надо вот это рассверлиться ну подгонять будем соответственно с понедельника уже под генеризатор цель это все рассверлить нафиг вам туран тут надо давайте я вам покажу приспособу который я вот я не мечтал я не знал это вот на данный момент мне кажется это вторая обалденная вещь после фонарика мать металла фонарик метабо я всегда его отдыхал то есть это самый классный фонарик в мире удобный все помню да а если новички не в курсе то это самый удобный фонарик вообще который есть светит куда хочешь классно на большом аккумуляторе 8 часов заряда держит то есть все шикарно на маленьком часа 3 я всегда вас кулял теперь появилась другая шикарная вещь и случайно появилась после того как я три раза споткнулся об их шланг воздушный который там я удаст мату и мы с максом донецк вас макс донецк противе поговорил в реке катушку прикольную купил бумаг сразу телефончик дал и смотрите какая шикарная вещь 15 метров шланга сейчас я просто закрепил он на болте в тиске один болт иски зажал чтоб погуляться немножко это шланг в комплекте идет он тоже он откручивается катушки бушные это с англии возят товар бушный электроинструмент я там и купил этого голова вот это или подающая направляют направляющая регулируется или в одну сторону или 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 в другую перри представляется или в третью здесь все регулируются наклоны как хочешь кому как удобно очень толстая очень тяжелая катушка 39 высота она у нас будут стоять я всегда я как-то я не знал что они такие бывают знал бы что такие бывают давно купил бы да конечно вот здесь поставить так прикольно было бук работаем нет мы ее поставим под умывальник может даже не на эту стенку где мы ставили с вами осушитель а на вот эту я сегодня проверял если даже размотать то даже под 90 градусов шикарно сматывается тяжелая килл 10 шланг внутренний диаметр всех интересует внутренний диаметр шланга переставляется у нас куда хочешь шланг внутренний диаметр по моему или 9 и 5 9 и 5 миллиметров блин а я всем уже говорил 10 шланг мягкий по характеристикам выдерживает 21 бар давление вот характеристики вин номер спалили если пропишите вот это название в гугле в принципе ну катушка шланг кто сразу она выбивает их я пробовал поэтому ссылок ссылок принципе нету там где по крайней мере брал вроде уже нет 15 метров принцип работы я сперва не понял думал поломанная я даже изначально когда только получил поехал до жеки крышку х пытался открутить транспортная компания немножко примяла мне кажется этого она примяла может нет да она она но это мы выровняем это не не проблема сделано очень классно качество очень понравилось я сожалению не встречал такой инструмент я не знаю что это за фирма мне стыдно да но я не знаю как бы нержавеечка как бы все класс 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 шланг резиночка там надо хоть размотать посадить как он намотан я надеюсь это переходная часть не будут спускать ну вроде ничего такой инструмент считается по началу я не понял момента когда его получал смотрите нету щелчков а потом 5 5 щелчков идет я сперва подумал что трещотка полу рабочий чё а начал эту часть разбирать чуть пружина не вылетела ну потом мне я потом принцип понял натянули сделали щелчок 23 все у нас кабель класс шланг 15 метров это нам хватит почти от одного края гаража в другой протянуть и назад вернуться 15 метров шланг очень мягкий 21 давление 21 бар шланг прикольный и здесь и ты спрашивал если бросить если бросить она там разорвется ну быстро сматывается она поэтому как бы бросать нет желания самое главное чтобы она даже сейчас не покажу но она даже под таким углом сматывают и у его без проблем поэтому если поставлю под умывальники будут выход на меня то есть вот так мы будем видеть под умывальником здесь понятно горошка хоп как красивая наклейка то то вполне нормально будет сматываться вот это тядька оставлю ссылку под видосом где покупал и там еще есть одна катушка это катушки и возят это бушный инструмент с англии привезенный если вы где-то в гугле на гуглите что они есть там по долларов 80 можете этому не верить потому что на самом деле как вас говорит что звони не звони трудно напороться там где они есть бушная купил 65 долларов машину отдадим время выделим вот сюда поставить как-то так облагородим тот участок не будет она у меня здесь не хочу под потолком еще чего-то я не хочу растягивать пневмо линии там мне понравился инструмент очень прикольный сделано шикарно классно обалденно три анкера в стенку десятых там как раз силикат выдержит единственное что надо вот здесь видите здесь гайка поломанная здесь была гаечка но дело в том что мне она нафиг не нужно резинка отсовываются на отсовываются эта часть у нас переставляется куда хуй можно дальше можно меньше можно сделать сразу чтобы были там у нее буквы полметра здесь надо обрезать и поехать металловский мага серпимол серпимол от проведет и скоро к вам приеду память по металловский хотя у меня там есть металловский но он не под елочку я к вам приеду металловский быстросъемчик куплю сюда кстати можно быстро съемчик тоже купить чтоб туда ладно мы там перепаяем определимся иди к извиняюсь что у нас видео по турам прервалась еще один здесь разъем с германии дим это присылал он тоже по моему под десятку внутрь хаме того не приеду германия не приеду я к вам вот он есть вот его сюда надо приспособить и все я приеду победа потому что все равно мне а тут 15 метров шлангами не хватит я еще добавлю 10 это шланга не забудет всем удачи всем покеда всем счастья здоровья и 9 с днем рождения тебя пусть я в жизни все сбудется у тебя и так правда там уже все наладилось пусть я наладится еще в 10 раз лучше чем у тебя наладилось за последние полгода подуванчики летают дядь витя с днюхой